Здравствуйте! Это время новостей на МТВ в студии Любовь Макарова и в начале коротко о событиях этого четверга. Сегодня губернатор Андрей Бочаров проинспектировал ход ремонта здания театра юного зрителя. Волгоградская область развивает производство продукции вторсырья. Наши корреспонденты побывали на предприятии участники госпрограммы. Волгоградские стоматологи провели мастер-класс по уходу за полостью рта, а в лицее номер 5 в эти минуты проходит онлайн-конференция педагогов из Волгограда и Луганской Народной Республики. Об этом и многом другом в течение дня. И смотрите в этом выпуске. Школьники и педагоги города-героя стали свидетелями запуска ракеты на космодроме Байконур. Юный ученый из Волгограда завоевал первое место на всероссийском конкурсе научных работ Юниор. Космические суммы в январских коммунальных платежках. Почему так сильно выросла плата за отопление, разберемся в рубрике «Городские реалии». В Сурском сквере стартовала реконструкция и как спасали редкие книги библиотек во время Сталинградской битвы. Теперь об этом и многом другом подробно. Сегодня в 9.15 в космос стартовал ракета-носитель с изображением монумента «Родина, мать зовет» и детскими рисунками на борту. За ее запуском на космодроме Байконур наблюдали волгоградские школьники. Все ребята – одаренные дети, победители Олимпиад по техническим наукам. Их рисунки прошли строгий отбор в рамках конкурса «Волгоград, ты просто космос». Через несколько минут после запуска ракета вывела грузовик на околоземную орбиту, после чего он начнет самостоятельный полет к МКС. Пуск приурочен к 80-летию победы в Сталинградской битве. Финалистами конкурса «Волгоград, просто космос» стали 57 юных жителей города-героя. Победителями 12 ребят. На корпус ракеты нанесены рисунки с изображением герба Волгоградской области, монумента «Родина, мать зовет» и логотип Фонда социальных проектов «Наследие». Его сотрудники придумали и организовали этот необычный проект. Победители конкурса эскизов «Волгограда для космического аппарата» находятся на Байконуре в составе делегации школьников и учителей региона. Поездку им помог организовать губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Для волгоградцев подготовили большую экскурсионную программу по площадкам космодрома и самому Байконуру. Кроме рисунков в космическое путешествие отправились в флаг Волгоградской области, почтовая открытка с детскими рисунками и пожеланиями и другие символы региона. Все это затем передадут в музеи региона. Проект «Космос. Победы» фонд социальных проектов «Наследие» приурочил к празднованию 80-летия Сталинградской победы. Цель конкурса – популяризация роли России в освоении космоса, привлечение молодежи к сохранению исторической памяти и изучению итогов Сталинградской битвы. Волгоградский школьник создал настоящий протез кисти руки. Проект смоделировал на компьютере, детали распечатал на 3D-принтере, а собирал устройство уже вручную, оснастив специальным датчиком. Механическая рука не только двигает пальцами, но и способна держать и переносить предметы. Разработка юного ученого завоевала первое место на всероссийском конкурсе научных работ «Юниор». С молодым гением пообщалась Анна Корохова. С помощью искусственной кисти можно взять со стола бутылку воды, стакан и даже более мелкие предметы – пульт от телевизора или маркер. Легкое нажатие на кнопку и механический протез оживает. Когда человек берет какой-нибудь предмет, но двигает руку сначала ускоренно, потом замедляется и хватает. Это и было положено снова работать. Вот человек будет двигать руку, например, вот так вот вперед, да, вот возьмет бутылочку, раз, сожмет ее, нажмет режимчик, посмотрит, все, заблокировал. Синяшка пей. Идея создать такой протез появилась у Влада несколько лет назад. Вдохновившись примером одного из выдающихся инженеров, юноша решил разработать собственное устройство. В мире робототехники подобные протезы – не новинка, но волгоградский школьник главный акцент сделал на себестоимость. Его механизм обойдется в разы дешевле аналогов, а значит, будет доступен более широкому кругу людей. Мы максимально его удешевили и также задевали возможность замен деталям, потому что детали есть в открытом доступе, их можно спокойно менять. В средней семистоимость, с учетом пластика, где-то в районе 10 тысяч, если это прям брать максимум, наш примерно в 5 тысяч обошелся. Это весьма дешево. Протез состоит из датчика движения, микросхемы, аккумулятора и корпуса. Его детали молодой ученый распечатал на 3D-принтере. На разработку устройства ушло около двух лет. На каждом этапе работы, от проектирования до сборки, юноше помогал опытный наставник, его отец, а по совместительству школьный учитель физики и кандидат физико-математических наук. Моя задача – дать идею, а развивать он ее должен самостоятельно. Если уж совсем что-то не получается, я могу подсказать. Очень много было препятствий на пути, особенно нехватка математических знаний. То есть там математический аппарат применяет. Дело в том, что рука же поворачивается. Это поворот системы координат. Этот материал студенты очень плохо понимают физико-факультетов, математических факультетов. Вот только Влад не студент, но с наукой давно на «ты». Участвовать в различных конкурсах и олимпиадах начал в первом классе. Сегодня за плечами десятки сложнейших проектов и разработок. Мы создаем условия, чтобы детям в школе было не только интересно учиться, но чтобы школа была, гимназия была родным домом. Механический протест для юноши пока главное достижение. Его он и представил на Всероссийском конкурсе научных работ школьников «Юниор». Жюри отметила оригинальность замысла, простоту алгоритма и самостоятельность выполнения проекта. По итогу волгоградский школьник завоевал заслуженное первое место и право поступить в Московский инженерно-физический институт без вступительных экзаменов. Останавливаться на достигнутом Владислав не намерен, планов по доработке протеза еще громадьем. Я думаю, что здесь не хватает, ну первое, системы зарядки, потому что неудобно вообще их постоянно раскручивать, вытаскивать и снова ставить. Нужно доработать алгоритм, ибо он не всегда работает, нужно попасть в определенные пределы, чтобы он сработал. Также более привлекательный корпус, ибо сейчас он с острыми углами есть, не особо на руку похож. И все это школьник планирует сделать всего за месяц, чтобы представить модернизированное устройство на соревнованиях мирового уровня, где будет участвовать в составе российской сборной. Готовиться к сложнейшим испытаниям будет на площадке любимой школы. Анна Корохова, Рубен Тальский, Время новостей. И глазу приятно, и экологии польза. Школьники и воспитанники детских садов Волгограда активно готовятся к предстоящему сезону озеленения Волгограда. Участники эко-проекта «Проросток» выращивают растения, которые высадят в нескольких районах областной столицы этой весной. На опытных участках школы номер 54 и детского сада номер 348 в советском районе Волгограда подрастают около 400 молодых саженцев дуба, каштана, клёна, катальпы, форзицы и берючины. В этом году воспитанники образовательных учреждений города-героя высадили в закрытый грунт 260 семян новых растений. В ближайших планах у ребят дополнить свой зеленый уголок семенами и черенками клёна, липы, ив и бархатца. Эти саженцы украсят зеленые зоны парков и скверов Волгограда. В 2022 году активисты проекта пополнили зеленый фонд города на Волге более чем на 200 деревьев и кустарников. Такую же работу сейчас ведут и школьники Ворошиловского района. Пилотный эко-проект «Проросток» запустили администрация Волгограда и общественный активист Владимир Ерофеев в конце 2021 года. Флагманы проекта школа номер 54 и детский сад номер 348 советского района. К команде присоединились ребята из 17 школ и 22 детских садов Волгограда. Это время новостей на МТВ. Продолжаем выпуск. Сегодня глава региона Андрей Бочаров проинспектировал второй этап реконструкции волгоградского ТЮЗа. Губернатор остался недоволен результатом. Глава региона также пригрозил тем, кто виноват в сложившейся ситуации лишением должности. Он напомнил, что учреждения культуры, которые принимают в своих стенах тысячи детей и взрослых, делают не на год, два, три и даже не на 20 лет. Поэтому работы должны быть проведены качественно. Напомним, обновление ТЮЗа стартовало в 2021 году. Полностью проект должен быть завершен к 2024 году. Мне не хочется, чтобы здесь были проведены работы тяп-ляп. Мне совершенно четко нужно, чтобы здесь были проведены такого уровня работы, которые позволят существовать театру десятки лет. Ругаться не хочется с утра сегодня. Ну а как с вами не ругаться? Если я вижу, совершенно понимаю, что все, что сегодня там часть сделана, объектов, это все надо заново переделывать. Ну повторюсь еще раз, я дополнительно ни одной копейки не выделил на эту историю. На переделке. Надо понимать, что это здание театрного зрителя будет служить десятки лет. Картинки красивые, слушай, я ничего сказать не могу. Ну если такие, значит делайте так, чтобы соответствовало всем этим картинкам. А то на картинках одно, а в итоге получится другое. Не будут исправлены вовремя недостатки. Люди, отвечающие за это, не будут работать на своих должностях. Губернатор подчеркнул, что повторно осмотрит объект в середине лета, чтобы принять решение. Глава области системно подходит к вопросам развития инфраструктуры для детей, подростков и молодежи. На личном контроле держат реализацию проекта реконструкции дома детства, бывший кинотеатр «Победа». Поставлены также задачи по обновлению уникального для региона и страны объекта Волгоградского планетария. Волгоградцев шокировали коммунальные платежки за январь. Даже зная, что с 1 декабря прошлого года по всей стране были приняты решения по индексации тарифов на ЖКУ, к полученным за первый месяц этого года суммам многие были не готовы. И больше всего потрясли квитанции за отопление. Волгоградцы сомневаются, что платеж вырос всего на 9% и штурмуют управляющие компании и ресурсы, снабжающие организации в поисках ответов. В вопросе попыталась разобраться моя коллега Дарья Коломыченко. Это почти стандартная квитанция за январь 2023-го. За отопление начислено 9500, в то время как в декабре сумма была всего 6600. В микрорайоне Тулака советского района Волгограда сразу несколько домов по улицам Туркменской, Авиаторской и Карла Маркса сейчас негодуют. Счета за отопление для многих жителей МКД оказались золотыми. Причем, разговаривая с соседями, волгоградцы не могут понять, почему одни стали платить меньше, а другие за те же квадраты. Наоборот, много больше. Вот 13-й дом у нас, это самое, вот они трехкомнатные, 800 рублей платят. А я у меня трехкомнатные, я 2950. Да вообще, отвратительно у нас было. Мы думали, что нам перерасчет сделают. Не, ничего не делают вообще. Холод собачий в квартире. У нас дорого все время вот. Трехкомнатные, двухкомнатные, вообще дорого за отопление. Тамара Ваулина за свою двушку в январе отдала 2600, соседей больше. К увеличению тарифов была готова, но сумма по сравнению с декабрем не увеличилась. Теперь председатель дома по Карла Маркса, 17, переживает. А не придется ли заплатить в разы больше уже в следующем месяце? Непонятным для волгоградцев остается и то, как рассчитывают плату, если температура батарей постоянно меняется. Считаю, что концессия, ну, как вы знаете, как это сказать, не смотрят. Вот у нас не учитывается погодные условия. Когда тепло, у нас отопление идет по полной программе, уже мы форчики открываем. Когда холодно, в общем-то, там такая же температура идет. 10 градусов, это не такая уже большая температура. Мы платим такие вот деньги. И, в общем-то, поэтому жители очень довольны, что высказываются всегда. Большинство волгоградцев разницу в квитанциях за декабрь и январь не обнаружили. А вот те, у кого цифры за отопление на грани фантастики, строят собственные догадки, чтобы ответить на единственный вопрос – почему. Одной из возможных причин горожане называют чуть больший расчетный период. У нас двухкомнатная квартира. И вот они мне прислали в этом месяце. Но я посчитала, что это как бы середина декабря. И вот, наверное, январь, полтора месяца как раз, в принципе, сумма – это нормально. Тем временем в ВВЦ ЖК «Хай-Тек» нам назвали три возможные причины огненных счетов за отопление в январе. Во-первых, подорожание на фоне индексации тарифов на ЖКУ на 9%. Теперь волгоградцам гигакалория тепла обходится в 2350 рублей. Это на 200 рублей больше, чем было. Постарался и морозный январь – это вторая причина. Если в доме есть общедомовой прибор учета тепловой энергии, то плата за отопление рассчитывается по показаниям счетчика и напрямую зависит от погоды на улице. На Рождество и Крещение Волгоград был во власти 20-ти градусных морозов, и ресурсники, разумеется, притопили, чтобы горожане не мерзли. Минимальная температура за расчетный период января составляет минус 22,4 градуса. Средняя же среднесуточная температура за расчетный период подлежащей оплате за январь составляет минус 5 градусов. В декабре минимальное значение было минус 14, а среднесуточная температура за декабрь была минус 3,9. Соответственно, здесь повышенное потребление тепловой энергии непосредственно связано как раз с теми погодными условиями, которые были в январе. Январь на основании, вот мы делали анализ за последние 4 года, январь всегда самый, получается, объемопотребленный. И, наконец, третья возможная причина – сумма в квитанции за январь могла стать большей в связи с перерасчетом за содержание общедомового имущества по горячей воде. Но здесь у волгоградцев тоже возникли вопросы. Расшифровка начислений, где указано, какой объем тепла потрачен на отопление квартиры, какой на отопление общего имущества, для многих оказывается непонятной. А все обращения в управляющие компании приводят к одному результату. Очень удобная формула получилась. Управляющие на них ссылаются, они на концессии, на управляющие ссылаются. И очень удобно для них. А жителям, конечно, страдают. Каждый потребитель имеет право обратиться в свою управляющую компанию для предоставления ознакомления с ведомостью показаний приборов учета, установленных в многоквартирном доме. Также могут обратиться всегда в наш информационный центр по факту предоставления разъяснения о порядке начисления платы, а также сложившейся суммы за определенный расчетный период. На фоне скачка тарифов волгоградцы сравнивают платежки этого и прошлого года. Это вот у нас отопление январь прошлого года. Вот здесь сумма 2742 рубля. Это прошлый год. И вот квитанция этого года. Отопление и горячая вода. 10 тысяч, ну 10 рублей с копейками. В общей сложности в этом месяце военному пенсионеру Сергею Бондаренко пришлось заплатить за ЖКУ более 18 тысяч рублей, где только 8 тысяч за отопление трехкомнатной квартиры. Плюс тысяча с прошлого месяца и более 6 тысяч прибавилось за год. Для него сумма значительная. При этом мужчина отмечает, на тепловом узле, который обеспечивает отоплением сразу три дома по улице Авиаторская, никакой регулировки подачи тепла со стороны управляющей компании нет. В квартире хорошо, комфортно. Сейчас, когда минус 11, очень сильный ветер на улице, комфортно. Но ведь был период, когда температура была нулевая и плюсовая. Очень жарко, очень некомфортно. Нервозность, давление, скачки артериального давления от этого головные боли. 18 тысяч, при том, что прожиточный минимум в Волгоградской области с 1 января текущего года установлен в размере 16 тысяч 1050 рублей. Первое, куда следует обращаться по вопросам начислений управляющие компании и ТСЖ. Получить разъяснение по счетам за коммуналку в Волгограде области можно также, обратившись в инспекцию госжилнадзора по телефону 352711. Заявления принимаются в регионе по адресам, которые вы сейчас видите на экранах. Направить их можно письменно, лично или в электронном виде через портал ГИС ЖКХ. Единственное условие – прикрепить к обращению копии платежных документов. На сегодня в Волгограде жалобы за выставленные платежи за отопление в январе поступили от жителей уже 69 домов. В ВВЦ ЖКХ и ТЭК уже началась проверка начислений. В случае сбоя, где в силу технических причин объем поданной тепловой энергии удваивался, единичные людям обещают сделать перерасчет в феврале. Все тарифные решения по стране принимаются для обеспечения стабильной работы ЖКХ. Закон предусматривает для каждого субъекта допустимое отклонение от среднего. В нашем регионе это 2,4%. Однако региональная составляющая платы за жилищно-коммунальные услуги составляет 0%. Благодаря этому тарифы в Волгоградской области до сих пор остаются одними из самых доступных по ЮФО. И волгоградцы выбирают для себя единственное верное, на их взгляд, решение. Сразу идем, платим и все. Платишь и все, и спокойно. Не надо волноваться. Есть еще одна сторона этой горячей истории на бесснежном, но морозном покрывале января. Тепло подается в дома высокой температуры. К батареям не дотронуться, а в кипятке из горячего крана запросто свариться, как в сказке про конька-горбунка. После входа в дом теплотрассы начинается зона ответственности управляющих компаний, которые в случае неисправности автоматики должны регулировать расход гигакалорий вручную, а не брать от поставщика их столько, сколько дают. Оплачивать подобное головотяпство придется опять нам с вами. Дарья Коломыченко, Виктор Хиврин. Время новостей. Муниципалитет объявил аукцион на строительство нового автомобильного проезда по улице Симона в Дзержинском районе. Возведение дорожного объекта выполнят в рамках программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда». Исполнитель муниципального контракта выполнит работы по строительству новой дороги по улице Симонова на участке от проспекта Жуково до пересечения с бульваром «30-летие Победы». Общая протяженность участка более 600 метров, ширина проезжей части – 9 метров. Помимо этого, на объекте возведут линии наружного освещения, обустроят газон и высадят зеленые насаждения. Все работы должны завершить до 1 октября 2024 года. Продолжение дороги по улице Симонова позволит соединить уличнодорожную сеть микрорайона «Семь ветров» с проспектом имени Жуково и организовать для жителей комфортный выезд на основные городские магистрали. Важные условия для участия в конкурсе – наличие у подрядчика дорожно-строительной техники и обеспечение 4-летней гарантии. Такой подход к реализации проектов в дорожной отрасли полностью себя оправдывает. Дороги, построенные и восстановленные в Волгограде за последние годы, успешно выдерживают и климатические, и транспортные нагрузки. Обновление и строительство автомобильных дорог на протяжении последних лет в Волгограде ведется с учетом перспективного развития города. На 2023 год запланировано строительство и реконструкция еще двух объектов в Советском районе – проездов по улице номер 3 и улице Грибаново. А в Сурском сквере уже стартовала реконструкция. По периметру территории уже смонтировали ограждения. Перед началом работ концессии заменили 300 метров теплосетей, проходящих по территории самого сквера. Сейчас рабочие демонтируют изношенное покрытие, после чего замостят тротуары новой плиткой, смонтируют фонари и систему автополива. По предложениям волгоградцев, в сквере оборудуют игровую зону с качелями, песочницей, травмобезопасным покрытием. Также установят удобные скамейки и теневые навесы. Будет реализована еще одна инициатива жителей города. На территории установят скульптуру, посвященную строителям города-героям. В Волжском задержали мужчину, который угнал автомобиль, а потом еще и совершил ДТП. В Сынтоярском районе области сотрудники ДПС в ходе досмотра машины обнаружили у пассажирки ваза наркотики. И волгоградцы стали чаще попадать на удочку киберпреступников. Сводку происшествий за минувшие сутки озвучит сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Волгоградской области Яна Маркина. В Волжском полицейские задержали водителя, который совершил ДТП на угнанном автомобиле. Накануне в полицию города Волжского поступило сообщение о столкновении на улице Дружбы, пассажирского микроавтобуса «Газель» и легкового автомобиля «Форд Фокус». Прибыв на место аварии, сотрудники ДПС заметили, что водитель автомобиля «Форд» находится за рулем с явными признаками алкогольного опьянения. Прав у мужчины нет, а автомобиль ему не принадлежит. Установлено, что ранее судимый 31-летний волжанин тайно воспользовался ключами от машины своего знакомого, после чего совершил на угнанном автомобиле ДТП. По факту угона проводится проверка. В Светлоярском районе на стационарном посту ДПС «Чапурниковский» сотрудники госавтоинспекции для проверки документов остановили автомобиль ВАЗ. Служебная собака подала знак, что у пассажирки могут находиться наркотики. В ходе личного досмотра у 31-летней женщины полицейские обнаружили и изъяли сверток с растительным наркотиком. Ее доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Оперативники подразделения по борьбе с киберпреступлениями обращают внимание граждан на участившиеся случаи обмана под предлогом трудоустройства на работу или временную подработку. После собеседования кандидатов для трудоустройства просят сообщить подробные сведения, включая их домашний адрес, паспортные данные, номера ИНН и СНИЛС, банковские реквизиты для зачисления будущей зарплаты. После совершения таких действий и отправки сведений лжеработодателю, мошенники дистанционно оформляют на граждан онлайн-кредиты или похищают деньги с карт. Полицейские настоятельно рекомендуют, прежде чем отправить документы, необходимо убедиться, что компания-работодатель существует и у нее есть отзывы реальных сотрудников. Не сообщайте персональные данные третьим лицам. Новый способ записаться на прием к врачу и кому в Волгограде предлагают зарплату в 130 тысяч рублей. Далее краткий обзор самых читаемых публикаций портала mtv.online. Волгоградские школьники отправились на Байконур. Поездка стала завершающим этапом проекта «Космос. Победы». Ребята, одаренные дети, победители Олимпиад по техническим наукам будут наблюдать за стартом ракеты-носителя, который украшает изображение монумента «Родина. Мать зовет» и детские рисунки. Записаться к врачу теперь можно по номеру 122, сообщает mtv.online. Если свободных окон к специалисту не будет, пациенты будут попадать в резервную очередь. Подробности на нашем сайте. Волгоградская область стала лидером в Южном федеральном округе по работе с Пушкинской карты. На сегодняшний день больше 149 тысяч волгоградцев являются обладателями карты, которая позволяет бесплатно посещать культурные мероприятия. Такая возможность есть у граждан в возрасте от 14 до 22 лет. Любить своих детей и не забывать о родительских обязанностях. Об этом напомнил настоятель храма святителя Луки Симферопольского протеерей Олег Поляков должникам по алиментам Ленинского района. Встречу с родителями-неплательщиками организовали судебные приставы. А также работу с зарплатой 130 тысяч рублей в месяц предлагают волгоградским водителям. Эксперты проанализировали 103 тысячи вакансий в крупнейших российских городах и отобрали лучшие предложения февраля. Какие еще высокоплачиваемые вакансии есть в Волгограде, читайте на нашем сайте. И еще немного интересной статистики. Волгоградцы старшего возраста стремятся работать и подрабатывать, сообщает НТВ.онлайн. Мужчины старше 60 лет чаще хотят работать инженерами, водителями и охранниками. Женщины старше 55 стремятся работать бухгалтерами, администраторами и продавцами. Больше двигаться, правильно питаться, отказаться от вредных привычек и не нервничать. О старых проверенных способах поддержания иммунитета напомнили волгоградцам специалисты Роспотребнадзора. Об этом и не только. Читайте и смотрите на портале МТВ.онлайн. До начала Великой Отечественной в Сталинграде было 5 библиотек с благоустроенными помещениями, просторными читальными залами. Все изменила война. Практически 90% зданий, в том числе промышленные предприятия, театры и библиотеки в городе на Волге были разрушены. О том, как пытались сохранить библиотечные фонды в то страшное время в огне пожарищей и как возрождали учреждения культуры после Сталинградской битвы в нашем следующем материале. В первые дни Великой Отечественной войны, так же как и заводы, к эвакуации готовили учреждения культуры. Часть фонда детской библиотеки имени Александра Пушкина, целый вагон книг, был направлен в Оренбург. Сопровождал этот вагон первая заведующая Пушкинки Мария Яковлевна Ляпина. Даже в 1942-1943, когда город был почти стерт с лица земли, все старались спасти ценные книги. Удавалось это далеко не всегда. Тот фонд, который остался, уже во время Сталинградской битвы, уже в 1942 году, пытались собрать и переправить на ту сторону Волги. Но, к сожалению, баркас был подбит и пошел на дно. И люди, которые там находились, соответственно, тоже никто не выжил. Сразу после Сталинградской битвы началось возрождение города буквально с нуля. Восстанавливали и крупные предприятия Сталинграда, и учреждения культуры, в том числе библиотеки. Свою работу они начинали буквально в развалинах. Напоминанием об истории Центральной городской детской библиотеки имени Александра Пушкина остался только паспорт учреждения от 1949 года. Указано, что библиотека располагалась на улице Воровского, дом 6, и имела 500 метров площади. Образована была год создания библиотеки в 1935 году. И дальше сразу идет информация. После событий Сталинградской битвы фонды после войны были полностью уничтожены. И фонд начал формироваться с 1944 года. Город на Волге отстроили. Довоенная жизнь вернулась на улицы непокоренного Сталинграда. Городские библиотекари возобновили свою работу, пополнили фонды, а люди с удовольствием приходили читать книги и журналы. Спустя десятки лет библиотекари помнят о тех страшных страницах истории Сталинграда, делятся уцелевшими источниками информации с окружающими. В рамках большой праздничной программы, посвященной 80-летию победы в Сталинградской битве, сотрудники волгоградских библиотек провели десятки разнообразных мероприятий. Сегодня храмы знаний – современные центры объединения людей. В них проходят мастер-классы, лекции, литературные вечера, концерты, при этом сохраняя традиции прошлых поколений. Максим Черпак, Виталий Грищенко, Время новостей. Волгоградцы рассказали корреспондентам МТВ, как проводят время на свежем воздухе. Далее в эфире ваши новости. У меня прекрасное настроение. Факт то, что так совпало, что и выходной, и дети со мной рядом. Это просто замечательная погода, просто шикарная. Вот, морозец, снежок. Ну, то есть, вот, в последний месяц зимы прям вот радует. Очень хорошо. Есть куда сходить, чем есть с ним заняться на выходных. Снежок хорошо, что идет, поднимает настроение. Всем хорошего отдыха, позитивного настроения. Пусть будут хорошие денечки. Пусть будет больше такой возможности провести время детям и взрослым на коньках, на таких площадках. Здесь нравится и атмосфера, и не такое большое количество людей. Можно развернуться. Хороший лед. Ребята стараются, молодцы. Пожелаем спортивного настроения в этом году, чтобы посещали мероприятия, поддерживали молодежь, ну и любви. Участие в секретных научных экспериментах, сотрудничество с КГБ и необычные способности. Спортсмен, фронтовик, актер, диктор, стоявший у истоков отечественного телевидения. Кумир нескольких поколений телезрителей, практический Джеймс Бонд советских экранов, друг космонавтов и любимец женщин. Все это герой очередного выпуска программы «Легенды телевидения» Виктор Балашов. Свидетель главных событий в жизни нашей страны за последние 90 лет. Человек-загадка, о фактах биографии которого не знают даже близкие друзья. Настоящая икона эфира. Виктор Балашов о себе, о профессии и о смене времен. Смотрите сразу после выпуска новостей. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. С подробной лентой новостей можно познакомиться на сайте мтв.онлайн. Полная коллекция видео на Рутубе. Не пропустите главное. Подписывайтесь на наш канал в Дзене. На этом пока все. Встретимся в эфире уже в 17.00. Сегодня в Волгограде без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха минус 4, минус 6. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok